Привет, дорогие мои! Ахой! Давно не виделись, действительно давно. Нам нужно столько вам рассказать всего интересного. Ну, например, то, что создание музея, наконец-то, сняли леса, и он теперь предстал музей в прекрасном состоянии, в отличником. Но здесь очень шумно, поэтому мы пойдем с вами куда-нибудь в другое место. Ну его нафиг, много людей. Ехали вдоль дороги, такие деревья красивые стоят. Остановились, взяли пакет побольше. И начнем на шарлотку собирать яблочко. Хорошо быть бомжом в Чехии. С голода не помрешь. Никогда. У нас прямо кровью обливается сердце с Таней, когда мы едем и видим такое количество яблок. Они даже скоту не собирают, представляете? Вечером того дня я встретил старинного друга. И мы удивительно прогулялись по старому городу. Запах кофе, чудесный вечер, отличная погода, закат. Красоти с Шитами. Не то слово. А погода какая шикарная. 26,6. Пойдем на лодочках покатаемся. Почти что как 36,6. На лодочках надо покататься. Надо, но не в этой жизни. Но не в этот раз. Что сказали? Зачем сказали? Друзья, ну не забываем про футболочки. Футболочки-то у нас вон какие, смотрите. Да ведь красивые. Красивые футболочки. Так что давайте заказывайте. Лето закончилось, но осень-то продолжается. А на строительство остается. Футболки с начесом. Ну. Налетай. По ссылке в описании. Это уже следующий день, потому что в тот день, когда я вам обещал что-то рассказать, ну, прям таки сказать, не получилось. Мы двигаемся на юг от Праги, попозже я вам расскажу куда, а пока я вам расскажу все, что у нас происходило за тот месяц отсутствия нашего на YouTube. Ну, для начала у меня раздуло руку. Раздуло у меня локоть. Так что, в принципе, двигать я им не особо мог. Был у меня в завязанном состоянии. И периодически мне оттуда что-то отсасывали. Вот. Отсасывали, отсасывали. В результате отсосали. И у меня там теперь уже все нормально, зажило. И как будто ничего и не было. Был этот бурсит. Неприятнейшая, я вам хочу сказать, штука. Приятный осадочек остался. Да, неприятный. Но самое главное, что от этого бурсита развивается еще и депрессия. Это написано просто вот во всех научных толкованиях, в Википедиях и так далее. А так как ты мнительный человек, я впал в депрессию. Семья депрессия накрыла по полной. Ну, вот. Ну, вот. Потом что еще? Ну, из-за грустного, столкнулся с ограблением недвижимости. То есть, выкрали там, скажем так, одну недвижимость, за которой я присматривал неожиданно. Ну, очень неприятно. Ну, что делать? Столкнулся вот с этим. Здесь оказывается, что это закрывает. Надо быть очень аккуратнее. Да, в общем-то, я думал, что здесь... Ну, этого мало бывает. Но, тем не менее, оказывается, бывает. Аккуратно открыли ключом. И точно так же ключом, собственно говоря, и закрыли. Поэтому, ну, честно вам хочу сказать, что любая дверь открывается элементарно. Поэтому не дешите себя иллюзиями на тему замков, да. Если у вас нет щеколочки и нет ключика с другой стороны вставленного, то открыть вашу дверь абсолютно, как выясняется, элементарно. Поэтому тому подтверждение всевозможные службы, знаете, если вы потеряли ключ, вызываете мастера, который говорит, отвернитесь на минуточку, и открывает вашу дверь совершенно спокойно, без ключа и без намека на какие-нибудь царапины, да. Так что вот так это все работает. И как от этого огородиться, обезопасить себя? Ну, наверное, только собственной бдительностью, да. Ставить какие-то сигнализации на охрану, там, еще что-то. Ну, обычно мы всегда это делаем, когда петух клюнет. Вот петух клюнул, теперь все есть. И даже более чем. Так что, так что вот такие вот дела. Ну, и надеюсь, вам понравилось первое видео нашего сезона, так сказать. Очень меня порадовали ваши теплые комментарии. Большое спасибо. Видео мне далось очень, ну, очень тяжело просто, потому что много было работы, много исторических фактов, нельзя было ошибиться. Дублирование, подборка, чтобы все легло, чтобы все сочеталось. Это было очень сложно, так что фактически, наверное, я целый месяц просто это видео и делал. Ну, и сейчас вроде как я вернулся. Надеюсь, вам понравится наша новая рубрика, которая, ну, подкаст, да, где я беседую с умными людьми. Буквально, уж скоро-скоро, прямо один-два дня, да, выйдет следующее видео. Смотрите. Ну, и двигаемся дальше в ту красоту, которую я вам сегодня вместе с Таней собирались показать. Это точно. За нами виноград, а это означает, что мы где? В Моравском крае, друзья. В Моравском крае. Приехали куда? В город Микулов. На винобрание. Скажу вам честно, что мы уже много раз собирались сюда поехать, но каждый раз происходила какая-нибудь фигня. Либо мы не успевали забронировать себе отель, потому что, честно говоря, хотелось бы, ну, остаться в городе на один день, чтобы как-то была возможность выпить, попробовать вина. Но всегда все отели были забронированы, поэтому делайте это заранее, а не так, как мы в последний день. И вот в этом году мы решили, несмотря на то, что нас опять не получили забронировать отель, все равно отправиться туда одним днем, ну, с утра поехать, вечером вернуться, и пусть даже не пробуя вина, потому что я за рулем, но получить какое-то насложнение и рассказать вам об этом чудесном празднике. Вы когда-нибудь бывали в городе, где все пьют? Я нет, я впервые. Спасибо организаторам Палавского винобрания. В этот раз мы были здесь как пресса. С первых минут вы просто окунаетесь в атмосферу праздника. Кругом счастливые, добрые люди, которые ходят, пробуют вино, бурчак, покупают себе всевозможные вещи, слушают музыку. Вы знаете, я был во многих городах, где празднуют винобрания, но здесь оно выглядит совершенно особенно, потому что вокруг царит неповторимая атмосфера Южно-Маражского края, который находится буквально в зарослях винограда. Это здорово, я вам очень рекомендую. Субтитры создавал DimaTorzok потому что такой сказочной архитектуры с такими потрясающими видами, которые оттуда открываются, не так часто встретишь. Предположительно, первое поселение в этом месте было где-то в 11 веке, а первые упоминания об этом замке восходит к 1249 году. С 1572 года замок был передан во владение семье Дитрихштейном, а именно Адаму Дитрихштейну. Город тогда и до конца Второй мировой войны назывался Николсбург, а после войны был переименован в Микулов. Как вы знаете, Николай Микулаш — это одно и то же имя, но после войны это имело определенное значение, так как до 90% населения представляли немецкоговорящие люди, которые были депортированы с этих территорий, так же как и с Селеского края. Многие из них погибли. К сожалению, есть такая грустная страничка после военной истории. И фактически город был с 50-х годов начала заселен совершенно другими новыми людьми, которые и живут там по сей день. Население города, что теперь уже, видимо, неудивительно, что в 1739 году, что в 1900, что сейчас составляет приблизительно 8 тысяч человек. Последний мужской представитель рода Дихтринштейнов скончался в 1861 году. Здесь, в костеле Святой Анны, в склепе, покоятся тела всего семейства Дихтринштейнов. В общем, в двух словах. В двух словах совершенно бесподобная поездка. Когда будет возможность у вас оказаться здесь, вот в сентябре, не примените поехать обязательно на Арабский край. Это Злин, это Микулов, это много других маленьких, небольших городов, где есть просто выращивается виноград, и все такое свежее, все только-только. Бурчак льется рукой, вот Таня купила 2 литра красного бурчака. Если кто не знает, что такое бурчак, ну, погуглите. Очень классный напиток. Фактически молодое, можно сказать, вино. Хотя это даже не молодое вино, это... Молодое вино? Да не, я бы не сказал. Это предвино. Еще это народный чешский напиток. Сшибается ног. Ну и, безусловно, красотища, красотища вокруг. Какие-то холмы, какие-то скалы, озеро. Ну, это фантастика просто. Поэтому дерзайте, друзья мои. У меня вообще особенное отношение к Маравскому краю. Я его просто люблю. За его вот именно просторы, широты, красоту. И за молодое вино. Опять. Ну, да. Нам бы до дома его довезти только. Ладно, друзья мои, до новых встреч. Пока-пока. Скоро увидимся. Чао. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»